Привет всем, рад вас видеть в новом канале Sunshine China. Сегодня мы продолжим сборку майнинг-фермы. И начнем мы с обзора видеокарты GTX 1080 от фирмы Gigabyte, которая, собственно, и будет манить. Покупал я эту видеокарту в Европе, нашел ее по очень хорошей цене. Эта карта новая с гарантией на 3 года. Для хорошего охлаждения видеокарту выбирал именно с тремя кулерами. Она довольно-таки тяжелая, металлическая. Садняя стенка видеокарты металлическая. Радиатор у нас очень средненький, можно сказать. Питание карты у нас один 8-пиновый коннектор. Сборка видеокарты у нас простая, нет никаких у нас подсветок. Внешняя часть у нас это пластмассовый кожух. Ну и на карте имеются стандартные коннекторы. Один из них у нас мы будем использовать, это HDMI. Думаю, с характеристиками карты уже знакомы. Потребление ее где-то будет в районе 200-220 ватт. Ну и теперь мы ее подключим к нашей общей системе. Вот наша материнская плата, которую мы собирали в прошлом видео. И мы будем подключать в один из PCI-Express слотов. На самом деле сборка этой фермы не составляет большого труда. Все собирается как конструктор довольно легко. Благо сейчас интернет, то можно спокойно собрать самому. Мешается жесткий диск для установки видеокарты. Как видите, на видеокарте есть два PCI-Express слотов. Можно либо в первый, либо во второй вставлять. Думаю, разницы нет. Материнская плата, как видите, у нас Asus H270 Prime. Процессор у нас 3990, самый простой и толсткий Celeron. И оперативная память на 8 ГБ. Вот так вот все выглядит в сборке, как обычный компьютер. Теперь только осталось подключить его к блоку питания и вывести его на монитор. На него мы будем устанавливать Windows 10 и программы разные для того, чтобы начать манить. Перед вами, как вы видите, уже собранная ферма. Она у нас открыта, без коробки, без ничего. Вот так вот, неэстетично. Подложил я под материнскую плату две книжки. Подключение блока питания к нашей майнинг-ферме довольно-таки простое. Идет у нас один коннектор 8-пиновый на видеокарту. Один коннектор на материнскую плату. 24-пиновый коннектор. И 4-пиновый коннектор на процессор идет. Ну а дальше мы также подключаем Wi-Fi адаптер через USB. Адаптер у нас самый дешевый, самый простой. У нас где-то примерно за 10 долларов ловит отлично. Блок питания стоит качественный от фирмы BeQuiet. И один коннектор идет для питания самого жесткого диска. К этому блок питания можно еще подключить две видеокарты 1080. Мощность блок питания 850 Вт, поэтому для трех карт как раз хватит. Сама видеокарта подключена к монитору через шнур HDMI. На самом деле эта ферма собиралась в начале февраля этого года. И на тот момент майнить было выгодно только Zcash. Теперь давайте посмотрим, что нам выдает карта. Какой выхлоп идет из нее. В автобернере можете видеть, какие есть настройки. Выкрутил максимум, что можно из карты. На алгоритме Equihash выдает приблизительно 600 солей. Бывало доходило до 622. Карта работает на максимум. Температура ее 53 градуса при работе кулеров на 100%. И работает довольно-таки шумно. Потребление мощности на алгоритме Equihash приблизительно 200-215 Вт. Сейчас, когда есть таблетка для видеокарт 1080 и 1080 Тиань, я маню только Эфир, либо Эфир Классив, так как это самое выгодное сейчас для этой видеокарты. Выдает она приблизительно 38 МГХ и дает где-то 1,30$ в среднем в сутки. Пока ферма будет работать на одной видеокарте, думаю, в будущем я расширюсь до трех карт. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и желаю всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok